Этот сезон принес Академии Плющенко массу огорчений. Гастерна не попала на чемпионат мира и со скандалом вернулась к Тутберидзе. Трусова провалилась на гран-при и упростила контент из-за травмы, а Желина находится в полностью разобранном состоянии. Лучиком света для ангелов была Софья Титова. 12-летняя фигуристка перешла Тутберидзе к Плющенко без серьезных достижений и перспектив, но смогла освоить тройную аксель. Во все учит четверные и выиграла все турниры, в которых принимала участие. Впрочем, провести весь сезон без поражений Софье все-таки не удалось. А проигрыш Титовой ученицы Тутберидзе обернулся новым судейским скандалом. Мама девочки возмущена решениями арбитров и оскорбляет тех, кто с ней не согласен. Возникает вопрос, фигуристы Плющенко вообще умеют проигрывать достойно? Самая сильная интрига была в состязаниях девочек старшей группы. 12-летняя Софья Титова перешла к Плющенко Тутберидзе еще в сезоне 18-19. И именно под его руководством добилась статуса одной из самых перспективных фигуристок России в своем возрасте. В этом сезоне Титова выиграла все три турнира, где участвовала, включая январское первенство Москвы. Там Соня не оставила шансов подопечным Тутберидзе, опередив ставшую пятой Алису Двоеглазову почти на 25 баллов. В начале февраля Титова выучила тройной аксель, за что получила от Плющенко смартфон последней модели. В Саранск самая успешная представительница Академии Ангел Плющенко ехала за очередной победой, но стала лишь второй. В короткой программе Софья допустила помарку на двойном акселе и совсем чуть-чуть уступила двоеглазовой. В элементах здорово проявила себя другая ученица Тутберидзе Дарья Садкова. Все решалось в произвольной программе, где двоеглазова прекрасно исполнила приятную и подходящую возрасту программу, но упала с четверного тулупа и дала шанс соперницам. Но Титова даже без элементов ультра-Си могла опередить Алису и взять очередной титул, но оказалась позади из-за обидной и редкой ошибки. Каскад тройной Луц Оллер тройной Сальхов был запланирован у Сони на самое начало второй половины и должен был принести ей бонусную надбавку. Но девочка поторопилась и сделала каскад в первой половине. Из-за досадной неточности Титова потеряла 1,24 балла, а проигрыш двоеглазовой составил всего 0,87 балла. И обрушился скандал в инстаграме. Конечно, опускать победу на одном из важнейших турниров сезона из-за нелепого промаха очень обидно и неприятно. Но никакой катастрофы для Титовой не произошло. Девочка прочувствовала, что у нее есть сильные конкурентки, получила мотивацию для дальнейшей работы, а тренеры должны извлечь урок и уделять больше внимания мелочам, связанным с правилами. Однако мы уже привыкли, что практически ни одно поражение учеников Плющенко не обходится без оправданий от него или его команды. В неудачах виноваты то судьи, то травмы, то еще что-нибудь. Вот и на этот раз ответственность за поражение Титовой от двоеглазовой была возложена на судей. Причем с заявлением выступил не Плющенко, а мама самой фигуристки, которая ведет ее аккаунт в инстаграме. Справедливость – это не про мой любимый вид спорта. Но это закаляет меня и делает сильнее. Благодарю всех за поддержку и добрые слова, и желаю фигурному катанию оставаться чистым видом спорта. Когда-то моему тренеру тоже не присудили победу на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года. Но и он стал сильнее и доказал себе, что все возможно. А протокол, в котором забыли дать надбавку в заказка тройной Луц Олер тройной Сальхов, пусть останется на совести судей. Спасибо, работаем дальше, говорится в сообщении на странице Софьи Титовой. Многие пользователи интернета восприняли заявление на странице Титовой, как нежелание спортсменки принять поражение и неумение проигрывать достойно. Мама фигуристки отреагировала на критику резко и даже грубо. После поражения дочери от подопечной Тутберидзе женщина устроила скандал в инстаграме. Она сообщила, что аккаунт Софьи введут родители, что команда фигуристки спорит не с победой двоеглазовой, а с судейством в одну калитку. Также она призвала судей одинаково относиться ко всем участникам. Судьи, судите честно, мы вас уважаем и уважайте нас. К сожалению, таким поведением тот, кто ведет аккаунт юной фигуристки, служит ей недобрую службу. Жалко, что противостояние школ и поиск причины собственных каких-то неудач во внешних факторах проник уже и в детские соревнования. Остается надеяться, что Плющенко, в карьере которого было несколько обидных поражений, все-таки научит своих подопечных проигрывать достойно. Пока, кажется, они этого вообще не умеют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok